По какой-то неизвестной причине Альянсы как будто бы подумали, что Лорд реально хорош. Да мне кажется, что Лорд выиграл в одной из прошлых карт, это скорее стечение обстоятельств, скажем так. Я вот вообще не верю. Вот Раздрафт, мне кажется, это так всё. Тем более, когда ты бываешь с самого начала Лорда. Учитывая ещё, как именно победили Альянс на первой карте, тут особенно, конечно, есть вопросики. И обычно ты хочешь, чтобы Питлорд был взят в какого-то кора, которого он там перекоесят. Ну, короче говоря, у него будет всё очень хорошо на линию. Когда ты открываешь Ландеролу на первый драфт, сейчас Инфинити возьмёт какого-то героя, который спокойненько может его ещё изгнобить. Потому что ставить Питлорд в мид, когда ты увидишь какого-то сильного героя против него, да, на линию, это вообще, по-моему, поплавание реально. Это ещё хуже, чем без мастера мид, через барабаны, мне кажется. Ну, да, это вообще что-то тоже. Это Лео, если я обратил внимание, они всё время пикают героя для Лео, вот в первой стадии. Единственное, на первой карте, возможно, всё-таки во второй заехал Праймал Блист. Но у них словно флекс там какой-то был. В каждой команде должен быть игрок, который может закончить себе герой в первой стадии, и ему будет пофиг, да? Ну да, да, Лео такой, он с характером. Вообще, меня очень сильно позабавило, что, по-моему, две карты подряд Лео на личном скелле переезжает, как раз аналога мидера команды Allianzla там. Смотри, на Пангалере он инвокера убил, на Праймал Бесте он Пангалеру убил. Да, в соло, при том без помощи какой-либо. Там, правда, в одной из карт у него не очень получилось себя реализовать, по-моему. Да, правда. Ну, в целом, Леонид, конечно, он стоит, как зверь. Вот она, старая школа доты. Когда играли в доту безо всяких вот этих вот сайт-кампов. Без баунтеру, постоянно... Да, 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 никаких воды у тебя не может. Раньше ты пришёл на линию, тебе лицо разбили, и ты шёл до базы. И делал выводы, пока шёл до базы. Что ж, я сделал не так. А теперь, пожалуйста, руночка здесь, руночка там. Можно лицом по клавиатуре кататься. Как ты кнопки сжать, тебе пофиг будет, всё равно ездя по регейнцу. Было, конечно, ещё время, когда были, помнишь, аутпосты, которые тебя хилили? А, да, шрайны назывались, помню. Теперь такого нет, но замены, так сказать, некоторые есть для того, чтобы мидеры сегодня ничего не отказывали. Они вообще часто использовались для того, чтобы там похилился не один игрок, но мидеры часто забивали болт и в соло выжимались. Вообще-то было честно, у них же там небольшое кд было, что-то 5 минут вроде, поэтому... Да, 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 типа того. Поэтому для мидера можно было такое сделать. Но мне ещё времена вот этих вот совсем недавние нравятся, когда там ещё и маленький кэм был, и руны появились. То есть прям all-inclusive. Приходишь на мид, у тебя всё есть. Проиграл линию, качаешь лес. Всё, кайф. Нужны резы, берёшь баунти, берёшь, по-моему, руну воды. Дизавтор появляется у альянсов. Вообще, в целом, мне нравится герой дизавтор, когда ты берёшь его под какие-то жирничьи, у которых особо нет кетча. Типа под петло это ок, но, блин, в нынешней доте дизавтор какой-то не очень сильный. Потому что у тебя, ну, например, 6-й левел, там, 10-го кейта имеешь. У тебя, ну, обычно... Thunderstrike в 1, Glimpse 3, ну, там, типа того. Клетка и ульт. Ну, как бы дэмэдж, а только только ульт, типа, факт даёт. Какой-то он не очень сильный, как по мне. Ну, вот, мне кажется, альянсу нужно добирать толстых героев и пытаться как-то давить. С минуты десятой, когда вот у Табика и Флэвла появятся. А Клакверка на Инфинити? И нужно пикнуть что-то на линию в Петлордо. Что у нас может Петлордо наказать? На самом деле, героев не так много. Типа, Урса какая-то, да? Есть. Ну, у альянсов есть ещё возможность с Петлордо сдвинуться в мид. Это тоже такой нюанс. Хотя, как я уже сказал, по мне, Петлордо смит это поплава. Нереально. Ну, дровочку взяли. Ну, в целом, дровочка нормальная должна поставить с клаком. Но Петлордо Рубик там будет фрифармить нереально. Пока мне, кстати, даже в Инфинити не то, чтобы особо нравится, на самом деле. Не супер, как-то выиграет, как в прошлой. Да, тебе очень нравится линия от этой, Андерлорд Рубик, да? Я так понял. Поэтому ты не веришь трохнуть. Линия очень сильно, но если дровке там удастся просто подфармить, без лишних загидонов, то в целом, ну, будет ток. Потому что Петлорд, он как раз очень силён именно на линии. Потом он такой, знаешь, как второй кор. Просто фармит крипов, пока не появятся какие-то шмотки. Чтобы уже куда-то стим обойти. До этого времени можно будет его убивать. Этого Петлорда. Мне кажется, Лев Стайл здесь будет опять действовать. Похоже на... Как в той игре, как это был Петлорд. Он будет на Эмбере бегать и уничтожать этого Петлорда с кем-то плюс один. Типа там Глока того же. Который будет стать в отделении. Интересно, что захотят пикнуть в Эмбер. Потому что сейчас нужно пикать героя в мид. Альянсу. Есть какой-то тут тускар дефолтный. Что ещё есть в Эмбера? Бетрайдер из Мэбера. Да в целом, Эмберу так-то неприятно бетик ставить. Хотя, скилловый Эмбер, по идее, более-менее должен ставить лайнап. Этот в миде. Что осталось у нас? У Альянсов остался Корр? У Инфинити остался Флейнер. Что можно подумать? Наверное, Инфинити нужен скорее какой-то Фронт Лейнер. Потому что у них пока всё достаточно... Хило выглядит. Крупка, я бы сказал. Альянсам нужно, наверное, герой просто, который будет прыгать в дробку. Типа, есть батареи, которые могут прыгнуть, но... Может быть, какой-то спикдрук, кстати, решаться даже взять. Ребята из Альянс. Боимся пока Сларк от Инфинити. И Манкикик туда же. Ну, кстати, в Альянсе заманили Лего просто, потому что неприятно бейсику играть по сне. Ну, и если Лего получает большой левел какой-то, да, то иди завтра тоже особо не может кого-то вернуть. Лего таткирует не особо приятно для них. Ну да, всё верно. Ну, такой пока драфтик у нас в Альянс... В Альянс пока поплотнее выглядели, честно говоря. Ну, это, знаешь, 4 спейс-криэйтора, которым нужен сейчас хардкерри, и чтобы Люмьер взял идеального героя, который должен выиграть в соло. Да, согласен. Короче говоря, Альянсу нужен герой, который в идеале может сесть на дробку, и который нафармит чуть быстрее неё, чтобы просто проще ему... Чтобы быстрее начать в доту играть. А чё, мы же какой-нибудь тогда алхимик классический. Он ещё в пуле вроде. Алхимик классический, кстати, да. Ну, алхимик сейчас силённый, мне кажется. Потому что, опять же, сейчас важно, когда ты начнёшь играть в доту. Если начинаешь... Если у тебя крит-шмотки поверять быстрее, то тебе намного проще играть. Тебе не нужно убегать с врага, и... Ну, часто такое бывает, что одна команда нафармила, другая не нафармила, и... Получается, что ты просто ходишь, месишь налево-направо, получаешь все преимущества дополнительно. Ну, вот инфинити взяли себе тайдуху. Тайдуху, кстати, в принципе, да и неплох. Осталось 5 секунд. Здесь. Ну, нужно было какого-то жирного героя со станом пигнуть. А кому можно взять тайда? Урса. О, блин, да, чётко. Я только увидел тайду, думаю, ну, Урса надо, да. Ну, посмотрим. Так-то это не хардкерридж. Если позицию создать, то, в принципе, дровка Урсу забьёт. Ну, Урса тоже может дровку забить чуть-чуть. На самом деле, Урса здесь неплох. Да, согласен, конечно. Ну, Урсу проще покайтись, наверное. То есть там Коди поставил, запер её, грубо говоря, уже как-то неприятно. Где же его привязал? Конкретно Урса. Плюс у тебя есть батарейдер, который тебе, наверное, какую-то цель подвозить-то будет. Ну, да, да, тут согласен. Ну, не знаю, драфты сложные, сложные драфты, наверное. А, смотри, у нас мидовый эндерлорд. Прикольно. Виталия, опять, батарейдер. Хочет жарить. Тут на самом деле, вот сейчас, ну, не сказать, что у кого-то прям сильный драфт, потому что можно отталкиваться от того, у кого сильная линия. Я не уверен, что хорошее решение было ставить аналоговый мид на Аппитлорде. Мне кажется, батарейдер там тоже себя чувствовал супер хорошо, а питфорд бы в офлане было хорошо поформил. Но я знаю, что некоторые, некоторые задроты на эмбире хорошо стоят. Ну, да, да, да. Если ты умеешь, то ты можешь хорошо терпеть. Но всё равно, знаешь, там один шаг не в ту сторону, и битайдер можете настигнуть. Не за сноуборицу. Но всё-таки в случае с андерлордом, как будто бы это более стабильный, наверное, вариант. Плюс ещё надо учитывать, что там будет против, там, бетик против дровки, да, или андерлорд против дровки, то есть такое. Угу. Ну, по идее, у Урса будет хорошая линия. Тайда, да. Хотя там у него белка. По идее, дизаптор просто будет гонять белку, а Урса будет пытаться как-то ланить соло против Тайда. Мне кажется, у дизаптора здесь должен быть такой майнсет, что ему просто нужно выбивать ресурсы с белки. Ну, я на самом деле видел часто такой лайнап, и скажу тебе, что грамотный Тайд с белки могут, на самом деле, очень сильно, пока Урса нет левела, её разминать. Угу. Ну, я верю в это, да. Это абсолютно естественная штука. В соленом игре, это Дэвил на Тайде, у него 57 побед, 30 поражений. Это сильно. Нормально. Оби нормально, да, оби на Тайде. Сейчас, правда, не метод тогда, мы этого героя редко видим. Я уверен, что он на нём умеет магет, жмётся сразу в Infinity Smog. Ну, просто, наверное, чтобы расставить борды, братья, они кого-то там убить собрались. Хотя, в принципе, с белкой, если подвязать, Гашинский взять и батареечку прокачать, можно кого-то даже будет развалить на ФБ. Так, пока у нас, ребята, бегут коэффициенты, быстренько вам озвучу. 1,88 на команду Альянс Латам и 1,85 на Infinity, соответственно. Не забывайте про бонус на первый депозит. По промокоду DPC вы можете получить аж целых 100%. Ну и, соответственно, да, делать ставочки, побеждать вместе с Бэтбум. Тут у нас за Эльмишу нападение. Но тот слишком бодрый парень. Всё в порядке. Главное не сорваться и не вкачать Элькиназ. Угу. Эльмишу ещё запасил их поставить в центре. Они выбежали, встретили его. Там пара человек с мака вышло. Они подумали, что... Ну и плюс они потом ещё никого не нашли. Они подумали, что их просто видят. Но Эльмишу только бежал ставить вард. И на самом деле, ему, наверное, повезло, что он здесь не сдох. Забавно, кстати. Сразу после этого вардика видно Клокверка. А Клок ничего не понимает. Он стоял в рожпите, вот в этом вот узком закоулке. А там такое есть местечко, на самом деле, в которое ты заходишь, и ты не видишь ни рожпит, ни что справа находится. Забавно. Вот на входе в рожпите имеют. Да. Есть такая штука. Ну, типа, и тебя они видят, да, вроде и... Да, но тебя не видят, и ты не видишь вообще ничего. Вставишь в какой-то мёртвой зоне. Я слыхал только о том, что есть споты, где ты видишь рожпит, например, внутри, но при этом тебя не видно. А, ну, здесь, кстати, могу ошибаться. Да, ну, как бы там такое. Если зайти в эту точку, там даже их несколько вроде, одна слева, другая справа, на вот этих входах. Уголка. Ну, короче, да. Ну, суть понятна, что все стараются обузить про-плееры именно вот эти вот две позиции. Но то, что там ещё наверняка какие-то есть теневые порталы, так скажем, да. Прикольный. Варта бахнули в инфинити. Так, смотри, интересно, что я не знаю, начинаю втроём, но это, на самом деле, плохие новости от Айда. Мне кажется, Айд вообще выкатиться снизу нереально. Но они хотят, видимо, сделать ФБ быстренько с лаком и улететь, потому что бы трейдер такой герой, ну, тем более, после прошлой карты душ нападение пошло, они поняли, что бы трейдер нужно как-то чуть-чуть стараться останавливать, да. Ну, вот, попытались не допасть, но как бы, извините. Ну, хотя бы пробили, окей. Белки, можно улетать. Ну, попытка была не знаю. Да. Ну, кстати, Рубик все равно вкачался в телекинез, забавно. Они поняли, они поняли, снизу на Дизерика, но на самом деле ему нужно пробивать Урсу. Типа, окей, ты пробил его на неждание, он сейчас там гусиками отхилится, но дальше нужно, конечно, пробивать лучше Урсу, потому что если ты бьёшь Дизераптер, Урсу кого-то убивает, либо Тайдай, либо Белку. Ну, пока аналог нормально, душит Миде, вот что могу сказать. Четыре крипочка кое-как там, Масилил Лео стоял, восемь на четыре, как бы разница, да? Нет, Питок, это максимально сильный герой. А, собственно, ты стоишь против такого милишника, у которого он меньше сотов, меньше урона и всё такое. Ты набиваешься пассивку, и тебе очень легко кайсится. А вот Велия Услава здесь нужно реально сильно попотеть, чтобы, ну, хоть что-то получить. А ему очень легко получить, ему нужен бот, ну, чтобы хоть как-то нормально стоять. Не просто штак ему героя на ФП брали, но я вообще думаю, что в целом Питлорд, если ещё и линию хорошо стоит, то это вообще довольно такой неприятный герой для Эмберспирита, потому что, опять же, Питов Малисы есть, которые знатно усложняют тебе жизнь. И от этого тоже нужно как-то себя страховать. Атака на топе, Эльмишот, на тоненький момент, который он не переживает, первую кровь получает Эдриан из команды Инфинити. Ну, супер, хороший старт для дровки. Думаете, мне, что здесь у неё проблем особо возник не нужно, потому что битрайдер всего левел 2. Вначале ему не дали какого-то сноубола хорошего по грибам. Имейт он всего 5 крипов, Рубик сдохнул. Пока всё хорошо. Главное, логерку далеко от Тракса не уходить, потому что на неё напасть могут. Ну, там пару напалмов, какой-то Firefly под телекинез, это вообще благое дело. Если дело до баночки дойдёт, то пиши пропало, в принципе. Снизу, кстати, Тайк, Кабак, 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 Крепама, а уж всего 8 крипов. Ну, они линию запушили. Удалось здесь автору стакнуть, сюда Тайк приходит, забирает клипочку спокойненько. Так, главное, что сейчас лидераптор сам не умер, потому что гаш, замедление, дэмиджа много, гардик стики прожрал. Хорошо. И в таверну улетел. Да, отлично. Ну, в целом, сам лидераптор тоже, знаешь, не особо обидно. Он свой ману потратил. Сдох. Сейчас ему шмотки скинет, скинет урс какие-то. Хотел сказать, я, но он корячек хочет купить. Скинет там особо нечего. Прилетит дальше, будет долбить своим танцерайком в Тайда. В целом, это не страшно, конечно. Ну, и линия на Тайда отпушивается потихонечку. Так, белка возвращает, пытается убить, но белка сложно взять, без того. Но это при том, что у нее даже с карри вот этого нет, третьего скила. Такой герой, да. Кайфовеньки. Подвязка, подведение. Такой мы же видели где-то. А ну, гардераптик, как больно. Какой ужас. Там просто жабжет, Блайстоун, убилки, поэтому так больно. Это вообще жесть какая-то ненормальная. Так вот теперь, конечно, плохо, что два раза дохать от АПФКД. Дезидераптеру очень грустно. Нереально грустно. Слушай, так можно и Урсу так, на самом деле, пытаться пробивать, потому что под Гашем, там, под Блайтстоуном нормальный минус армор вешается. Пока у Лемера проблемы, потому что он хотел себе быстрое кольцо, а быстрое кольцо здесь не получится, потому что... Лео. Лео. Близко. Близко к смерти было. Но не пойдет и конца аналог. Но все равно это вот душка-душка уже душная. Так, а Рубик, кстати, у нас вообще ошибается в миде тоже. Он хочет подушить того самого Лео. Лео выходит, пытается его телеканализировать, не получается. Кидается в Firestorm. Как Лео играет. Лео, образом, все это дело за Мантел. Сюда прилетает Клопперк и из Батарики пытается напасть в Рубик. Он просто его выкидывает и, собственно, уже будет не догнать. Никого здесь. Ну, вот-то да. Это та самая ситуация, когда ты идешь на базу с пустым бутыльем и не понимаешь, ну, что же делать. Сверху, на самом деле, ситуация очень хорошая для Альянса, потому что Бэтрайдер остается на линии соло, просто дровки. А мы знаем, что соло Бэтрайдер на длинной линии может дровку и... Ну, Скорпоинт есть. Да, подубить. Я думал, Банка сейчас пойдет в бой, и он будет его попалять. Ну, ладно, не захотел. Левел 4 у Бэтрайдера, 3 скиллпоинта вкачана, поэтому... А подруги-ка подруги-ка? Нет. Он как бы промазал киндостаком, и поэтому уже забил на нее. Он начал разграстать. Гаст был, наверное, поэтому он... По времени не сумел. Ну, ладно, мы никуда не торопимся. Три фрага есть у Infinity, пока на этом все. Подвязка в Урсу. Гаш есть. Будет ли какой-то дэмэдж еще сверху необходимого плана? Стики есть. Ох, ты ж не спасают-то стики. Получается, не один гардик уязвим на этой линии. Блин, ты окажешься неприятной линии все-таки это белка тайт. Казалось бы, ты в Урсу берешь, которая должна линию выигрывать. На себя просто жмутся кнопки, и ты уже даже не можешь на нормаль драться. В итоге... Ну да, по деньгам там вообще не очень прикольно. В сравнении с дровкой. Ну, кстати, на дровку нападение похоже. Нет, на тимейты дровки. Глубоковат пошел Виталий, наваливает здорово Эдри. Он как будто хастой немножко даже бегает. Виталий в итоге умирать должен. Хотя нет, Виталий, Виталий живет 20 хп. Не попал. Он тостик. Ну ладно, тоже дровку устраивает, чтобы таять до просаженной. Нормальный фарминг сейчас не сможет. Хилавни никакого нету. Дровочек прифармит, и покайф. Так, борьба за руну. Шестая минута. Кому достанется? Сядевать сюда Эльми, шо, забирает руну волшебства. Если бы Лео Стайл подтягивает сюда Прада. Должна быть какая-то драка, но вообще очень опасно, потому что у Лео проблемы с левелом Лео. Вот так и били, Прада. Тоже лоу хп, но рядом Бьялка есть. Пришел Дезераптор сюда тоже. Кто кого? Ну, сложно сказать. Просто Дезераптор... А, Глимс имеется еще, Гардика левела много. Да, левел третий, Гримс 2, урона много. Какие шкаленые в инфинити герои. Портал, приветики. Ладно. Нужно подсвязать, дальше побежать. Рада вышки отдался. Так. ТП сделал Кири, все окей. Ну так, поздоровался просто аналог, я думаю, по-братски. Нормально. Вообще, ли, осталось странно сделать, мне кажется, если бы он просто убежал, а не побежал в Питворда, он бы мог уйти. Но на самом деле, даже эта смерть как будто бы лучше, потому что он быстрее и появится, быстрее прилетит в ловой. А так, пока до базы бежит, и так далее. А мы сужены на это, варселон. Это такая катастрофа. У тебя эмбер спирит, который должен задавать темп игре. То есть, то, что делал лево в первой карте во второй карте, на других, правда, героях, но тут он прям совсем бедствует. Вот это мы знаем, чем будет заниматься эмбер в ближайшем минуте. Будет просто долбить мид и лес. Братлен куда-то заходить пойти. Тем более, внизу все окей. Все максимально окей. Ну вот, в топе, конечно, сейчас такое время, что за Эдрином могут выехать. Ну да, тут не за горами совсем уже уровень 6 у бетика. Кто знает, может, и лосов качает. Ну, может быть, он просто пойдет фармкес от греха подальше. Да, да, может быть, такой вариант. Это тоже верно. Так, у нас тем временем врываются бетбумы. Напоминают о том, что если вы до сих пор еще не взяли свой бонус 100% на первый депозит, то очень даже нужно его забирать. При регистрации все, что вам требуется, просто указать промокод DPC и получить свои плюшечки, бонусы, делать уже ставочки на, соответственно, бонусы. Лосов есть, бетик атакует плотно, атакует на самом деле Эдриэна, но и должен погибать керри команды Infinity. Абсолютно верно. Челин сдается. Очень странно. Во-первых, он промазал гастом. Во-вторых, вместо того, чтобы просто убегать и дать клоку, остановить бетика, чтобы потом настреливать, он просто подбежал к бетику, и ну и поставился под стеклоп я. Жестко, пока играют, надо сказать, Альянс. Прям хорошо. Под душили линии, камбэкнул потихонечку и медведь тоже. Медведь, маловажный момент. Денька все хорошо. Оказывается, вдруг. Ого, влюмьяр так быстро ультимейт потратил. Можно было и ревышь получить. Ладно. Дороги-то сказал, ребёнок. Гримс нет? Вижен есть? Нет. Все. Да, варда лишился. Короче, медведь забил на низ. Говорит, ребят, вы тут сами разбирайтесь, я пошел лес фармить. Поэтому он ульт прожал так на фор. Так, вернуть, вернули прада. Ну, а дальше-то чего делать, как быть? Но пытается заплевать его, да, там на файрфлайе забрать. И все. Ну, тут нормально. Ну, конечно. Эмбер потихонечку начнет камбэкать. Это, конечно, не назвать полным кембэком, кому-нибудь удачно, 800 всего имеется, но он хотя бы фармит левел, получает эмбро. Левел очень важен. Ну, слушаю, у тебя за 10 минут коричневый тапок, ну, кажется, и гоготочек. Это такая себе... Такой себе камбэк. 2 700 на 10-й минуте, это прям тотально проваленная линия. Ну, у Алязов достаточно пассивный трафт, как мне кажется. Потому что Питтлорд будет фармить лес, скорее всего, плюс линию Урса тоже будет фармить. Батриарды разве что может какой-то там максимум спроявить. Поэтому в целом у Эмбер, наверное, время все-таки есть, чтобы как-то камбэкнуть. Пока что. Внеду спейс-команда уже сломала, поэтому... Ну, более-менее все. Да, хотелось лучше, но хочется лучше, но более-менее. Я надеюсь, что Дезавтор сейчас купит себе книгу и пойдет в Смаке оставить ворды и кого-то убивать. Кого может вообще убить Дезавтор? Ну, наверное, Дровку. Да это тоже, на самом деле, может убить через ульту, но хочется больше Дровку убить. Сейчас Альянса видит Клака сверху, Эмберы в миде, поэтому они понимают, что Дровка может быть внизу, да, на двойке. Поэтому, может быть, туда захотят они побежать. Ну вот, книга уже летит. Вроде как Дизельку, да? Подожди-ка. Не, книгу забрал, кажется, не Систер. Поэтому будем пока наблюдать за ФК-дотой, походу, потому что Робик левел 4 хочет дофармить, Дезавтор хочет дофармить себе левел. Пока что воевать тебе не хочется. Батик, вообще припармим в топе, ему вообще никто не мешает особо. У него уже почти 5000, левел 8, барабаны. Хочется сделать БКБ, и потом, наверное, с Даггером уже пойти куда-то. Тимфайт, снизу нападение на Дезераптора, который пытается получить здесь как раз левел 6. Прилетает сюда Битлорд в ответочку, ставит Битмарис, Урса прыгает на Белку, но догнать здесь кого-то сложно, приходится до Тайт. Походу, можно будет скоро улететь. Урса прижимает ульку, если у нее стики пытаются просто бежать, но так, которая очень интересна пошла, мне попало по Урсе, но Урса тут уже не уйти все равно. Краешка буквально не заделал. Мне очень понравилось, пришел Питлорд, поставил вот это вот аренда, пришел в смысле, портал, пришел с портала, когда дело запахло и жареным ушел первым в него же. Как-то, ну, ну, что-то Альянс теперь уже немножко, да. Вот заплыли. Я нацель уверен, что книгу должен был брать не Рубик от Дезерапа, потому что, ну окей, ты на Рубике взял книгу, что-то сейчас делать будешь. А Дезерапа может сжать смок и, ну, с ультом он намного сильнее становится, чем Рубик. А Рубик в это время как раз мог бы пофармить в видео. Теперь Дезерапа будет стоять еще внизу, не знаю сколько времени. У него есть смок, это видно, и его выход будет максимально понятным для Infinity, мне кажется. То есть Infinity сейчас должны быть готовы, по идее. потому что Дезерапа 8-6 и пойдет в компании какую-то Драку. Но он даже еще не взял, вов. Так, ну, что у нас ТП? Полянка, нет? Ничего не получилось. Ну, бывает. Даже не знаю, как-то вот Infinity хорошую Драку одну провели, но большее ощущение, словно это какое-то чудо, знаешь. Вот подарок небес. Больше таких подарков можно не быть. Так и было. Ну, сейчас Рубик, да? Белка отпушивает топ. Вообще, нужно защититься, ребята, из Infinity. Альянс Латамс Маки разбивают, и тут наступление. А ну, а кого хочется? Дровку больше всего, наверное? Хочется кого-то кора. Саппорт-то точно не вариант. Но, походу, они найдут белку именно. И хочется бить, конечно, около тавера, чтобы потом еще тавер начать бить. Урона у них хватает, питфлорд. Будет иметь, когда убьют крипчиков, там, сколько-то, да? Хотя бы сколько-то, там, подвесить урона. Мне очень нравится, как Кири все понял. Сразу войслайн юзнул. Так, подвязка не состоялась. А то скупил себе аналог. Дополнительный контроль на Эмбер Спирита будет. И с БКБ, конечно, Эмберу тяжело душиться будет. Так, ну, не понимаю, походу, Альянс вообще, на что они могут. Они вроде трутся около мид, но... Просто так идти бить мид тавера, это плохая идея. Ну, Дизерику нужно понять вообще, куда им бежать. Это не герой, который просто должен стать в ВК. Должен пойти нажать в ульт хоть на кого-то. Кого вообще они видят? Ну, они снизу увидели дуровку, которая пропушила линию. И сверху они видят белку и так далее. Так что нужно идти максимально агрессивно, мне кажется, вниз. Убивать клока, хотя бы. Так, ну, пока у нас у Гардика могут быть трудности. Правда, решил докопаться до него. Рядом, конечно, Виталий имеется. Но пришел, да, аналог и, соответственно, вот этого вот агрессора приструнили. Все отлично. Ух, я бы что-то. Урса, кстати, с БФом уже, на минуточку. Фармит таки, что. Пойдет, пойдет. Не умер, вообще все отлично. 6700 они имеются. И вообще, когда ты прыгаешь на голову дровки, у дровки часто возникают проблемы, когда ему медведь на голову прыгает. Там без пики точно не разобраться. Имеется еще такой интересный фардик у Альянс. Хотят они как-то здесь сыграть, но походу у Infinity уже поняли, что здесь какой-то вижен стоит. Потому что как-то странно герои в эту сторону бегут у них постоянно. Ну, тем более они знали, что я бля, в смоках. Какой-то вижен должны были поставить. Ну, как-то очень медленно развиваются у нас события в этой карте. Конечно, 15 минут игры почти, а всего 12 кильчиков. Опа, возможно, 13-й, Прада. Кстати, прикольно он придумал. Как-то на опережение, хукшот дал в лоу-граунд себя спрятал. Но проблема, да, конечно, в дезеравторе. Но все равно попытка была неплохая. Ну, Клокер здесь, знаешь, выступает таким просто чекером, чтобы понимать, кто где. Потому что, видимо, Эмбер, которого была плохая линия, ничего не хочет сделать. Кроме, как фармить. Тракса тоже самое, ну и так, дайдух я, дайдух, а на самом деле один в поле не особо воин. Тебя, ну, очень легко рассказать, когда с тобой не пломбируют. Ну, что дровка пику качает, дальше план как это манта. Ну, в целом-то, ну, как бы, да, все не лишнее, но... Долгосрочная перспектива у Эдриана. А как-то медведи раньше вступит в игру, как кажется. И это главная проблема для Infinity. У Батик еще и БКБ скоро будет. Ему остается буквально 805 наят. И в целом он уже будет очень боеспособен. Я думаю, что под этот тайминг, как-то альянс, должны собраться вместе. Ну, перед этим, естественно, отпуск в линии. Так, интересно, а что это в той-то? Это Юл, а потом он себе собирает Сэнш. Фуд. Какой-то сложный у него бил дачок. Ну, ладно. Юл против Фурс, это, конечно, шикарный артефакт. Аналог. Аналог. Дом Превоч, просто на пофиг. Убивает Питлорд и будет поматься сейчас тавер. Ну, слушай, убили. Убили уже хорошо. Прада. Глимсует его подальше. Гардик, все хорошо. Вроде в безопасной зоне. Еще будем дать, ребят? Урса с даггером? Ну, уж он еще пока не особо как раздраться. Походу дать не будем. Окей. Ну, я так понимаю, там больше, наверное, кол от бетика идет. Могу, парни, давайте отдадим вышку, подфармлю свои 500 монет, дофармлю БКБ. Пойдем уже с БКБ там условного Рошана убивать, либо драки навязывать. Ну, вот, правда, ревенш появится, наверное, за 2 минуты. Ну, нужно быстро действовать. Просто еще аналог был в таверне, кстати, тавер так и не забрали инфинити, побоялись немножечко, они здесь оставаться. Но, на самом деле, может быть и правильно. Темпер тоже фармит БКБ, ему остается, правда, больше, чем бетику. Да, это же молодец. О, терево снова. Белочки. Аналог рестнулся, знает, что нет реведжа, пошли в Рошпит, парни из Альянс. Короче, кстати, такой моб. Это вот та самая ситуация, когда тебе, похоже, не нужно тратить какие-то кнопки кулдауном там, условно, 100 плюс секунд. Если у врага есть быстрее ужин. Ну, славненько, славненько. 2000 назад вернули себе Альянсы, но, опять же, преимущество стоит на месте. Вот уже, наверное, последние 10 минут мы не видим, как оно сильно меняется. Обе команды делают неплохие выходы, достигают своих минимальных вот этих вот микроцелей, но в целом сильно это на игру не влияет. Как будто бы я ики, знаешь, может не особо повлиять на игру, потому что пока все фармят и ничего не меняется. Ну да, да, все зависит от того, как будут реализовывать пытаться таить ребята из Альянс. Пока что на них дают коэффициент 1,52, ребята из Бэтбум 2,4, соответственно, идет на Infinity. Ну и опять же, вновь-вновь напоминаю вам про бонус 100% на первый депозит. Опять же, по промокоду DPC, ребята, все это вас ожидает. Ну, с другой стороны, Infinity тоже могут там вот дофармить сейчас немножко вот это вот БКБ на Эмбере и пойти разбить Смоук, напасть под новый Рейвэдж свеженький. Ну, мне максимально понятно, что тут ребят из Альянс. Я думаю, что Урис точно хочет БКБ, но с Алилисом можно и без БКБ подраться, на самом деле. У Бэтика уже БКБ есть, он уже готов драться. Поэтому я бы на месте Альянс уже бы пытался бежать не в тавер, а найти какие-то героев. Ну, в идеале, конечно, убить Тайда через ультезаптора, который тусуется в медиа. Ну, забрать этот верочек. Тем более, вот он стоит прямо рядом с вами. Ну, похоже, так и будет. Так, Девилл пытается бракаться, есть хукшот, протисоюзника. В это время Кири поддушивают, реведж пошел, нотбет, размяли бока славно андерлорду. Но живет вообще-то андерлорду, а? ПТ-ку даже на силу не поражал, сам погибается. Сейчас прыгает Люмьер, здесь есть размен небольшой. Но не тот размен, о котором мечтали бы ребята из Альянс. Очень не тот. Более того, еще и дезераптора тоже убили. Два в один. Суппорта. Пятая позиция, если я не ошибаюсь. Ну, вообще странное, конечно, нападение какое-то. У тебя есть аегис, ты теряешь мидера, теряешь саппорта. Забираешь какого-то клока, на который вообще пофиг максимально всем. То есть ситуация вроде как должна быть, ну, противоположная. На самом деле, сейчас на карте. Infinity должны как-то поджиматься больше, да? По карте и пытаться как-то сприться. Альянса должна просто идти кулаком у кого-то месить, у кого найдут. Но пока нет. Да, по логике вещей был поварап, вот как-то не сложилось с его реализацией. Попытка номер два тоже не увенчалась успехом, только что нападали на Тайтхантера. Ну, Тайтхантер — это плотная цель. Вот у него уже, помимо Мекки, появляется Сэнш. Понятное дело, Юл против Урса — это вообще имба, то БКБ. Плотная-плотная, но я уверен, что Урса сотрет его секунды за четыре, наверное, когда БКБ боятся. Если будут варианты под того же Дезераптора, почему нет? Да, конечно. Дезераптор — это вообще контрпик для Тайтхантера. Интересно, будут ли они пытаться айкисализовать? Или просто будут фармить? Ну, похоже, что нужно докачаться. Вот там аналога не хватает тысячу монет до БКБшки, Батрайдеру тысячу до БКБ. Урсе там 200-300 монет до БКБ. То есть, вот, скорее всего, будут качаться уже. Да, не только понял, что без Бинка напасть сложно. Нужен Блинк. Ребят, мыкач. Ну, все же, вот, наверное, Клокерк — это такой специфический герой, вдоль этих, в принципе, не так много, там, Братрум, Клокерк, которые сами нападают первыми на родных способностях, которым не нужны блинки и все остальное. Пойду продолжать, не бояться стоять в миде. Ну, вот, возможно, это ошибка, потому что Смаки разбивают Альянс Латам, БКБ есть урсы, поэтому осмелили. Они очень хотят подраться с Айгисом, и на самом деле Инфинити должны стопроцентно понимать, что сейчас должны уже Альянс выдвигаться по их душу, потому что очень хочется разумеять Айгис, и сейчас, ну, Альянс должны быть сильнее, если они просто кнопки себе нажмут. Да, варды нужно поставить за ровнение, кинетика утрачен, но не видят, не видят никаких эффектов парни из Инфинити, не подозревают о беде, которая их ждет при одном неловком действии. А во, ракетка нормальная. Им на самом деле нужно больше пушить линии. Низ, например, не я пропушен был Альянсами, и это, знаешь, такой намек, что, возможно, они вместо того, чтобы пушить линии, забираются в смог какой-то. Тем более, Айгис кончается, нужно его на что-то разменять, если хочется. Надо им как-то действовать более надежно. Сначала раз пушить линии, а потом можно нашать смог, и не в пятером, как они это любят делать. Потому что когда ты видишь на линиях там одного-двух героев, то ты не подозреваешься, что к тебе бегут, да? А когда пять героев пропадает, еще линия не отпушена, то там пять шансов кого-то найти, как правило. Ну, вот смоки уже живут в Инфинити. Как раз под окончание Айгиса, возможно, из-за этого Альянс этого не особо ждут. Потому что вроде как у нас вот Айгис есть. Уже, правда, нету. Но все равно. Просто БКБ появился Эмбер, а он сильный. Эмбер, пошел. Отлично. Можно бежать дальше, на самом деле, покойника. Только нужно чуть-чуть подождать союзников. Можно пока Гошенский прописать. Ой, хороший лукшот, Рубика. По двум целям сразу пошли работать Инфинити, замахивается на Реведж Дэвил, но понимаешь, что в этом пока нет резона. Люмьер впитывает энрейджем хорошо Реведж, нажимает БКБ, Эдрин в позиции, энрейдж заканчивается. Люмьеру страшно, больно погибает Люмьер. А Эдисов нет, лосо имеется в Эдриана. Кстати, неплохая штука, но Эдрин живет. Долго ли? Нет, недолго. Погибает Эдрин также. В это время нападение на Виталю произошло. Соответственно, Батрайдер склеился. Серия разменов уже в этой драке имеется. Очень хочется большего команде Инфинити. Они понимают, что они убили важных героев. Но как, накрывает здорово героев команда Инфинити, я так понимаю. Дэмэджа очень много, и Эмберс пересправляется за задачу. Сейчас будет еще физчейн, скорее всего, не должны отпускать аналога. И второго героя накрыли. Очень вкусно. Мне прям очень интересно, кто больше всего урона внес в этом файте, потому что не совсем понятно, у кого, а вообще дэмэдж, но... Ребята, это очень плохо. В этой драке? Мне кажется, он... Сколько он дал чинов? Мне кажется, за такую длинную драку, что 5, наверное? 5 тысяч. 5 тысяч. 5 тысяч. 5 тысяч дэмэджа. Это очень круто. Огромный цифра. 5 раз чины, если что, сработали. 6 раз фисты. Ну, Клокер сдох на 400 урона. Собственно, это его работа. Впитать. Ну и Белка еще 2,5 тысячи внесла. И 2,100 дровка. Ну, дровка достаточно быстро вырвала. Ну, пока что очень крутая драка для Инфинити. Они отсюда уходить не собираются. Ну, вот да. Вроде 5 фрагов сделали, а как-то по экономике смотришь, тыщенку всего повели. Не бугато. Ну, это, на самом деле, уже переворот. То, что до этого-то... Конечно. Я рад тому, что у нас, в принципе, хотя активность какая-то появилась, а то как-то до этого была такая мертвая немножечко карта для пяти часов в утро. На самом деле, просто оляси... Да, оляси просто не получается поймать. Просто потому что, опять же, чуваки, ну, распустят сначала линии, а потом спокойно не синий пятером. Они вот просто бегают друг за другом, и их теннифинь спокойно читают. В целом-то они пытались навязывать какую-то активность, просто не получилось кого-то поймать. Опять вот, жалить смог, но теперь хотя бы внизу питфорд показывался. Хотя это ничего не значит, да, он может сюда прилететь. Находят они только одного клока, ну окей, убьёте клока, им вообще пофиг на него. Опять явно не то, чего они ждали, найти. Дровка спокойнее выбегает под тавер. Ну, клок вообще шикарно разыграл этот момент для дровки. Опять же, смог разревеерил, время выиграл. Команда там уже вон побежала то ли варды ставить, то ли что-то как-то, да. Всё. Иди, молодец. Подсуетился. Ну, правда, немножко, знаешь, хочется пожирить команду Infinity, в частности, суппортов, которые должны за варды быть ответственны, что вот они отдали территорию двойку команде соперников, и при этом, когда вернулись туда обратно качаться, они не продивардили всё, что можно было. Так, вопрос, с чем мы ждём? Вот тогда появилась Алибарда, по-моему, её ещё не было, он вроде бы прошлую драку с Сашей проводил. У дровки появилась Монтопика, то есть, наверное, она готова подраться. Ну, Эмбер как было БКБ, так и есть, но Шторм, не помню, было ли в прошлой драке или нет. Ну вот, поэтому, собственно, все готовы, жмём смог. Бежим во врага. Нужно просто не дать убить дровку первой, это очень важно. То, что Эмбер прыгает сейчас на дезаптере, это вообще супер круто, потому что он не сможет нормально сутиться, он байбекается. Пытается отсюда как-то отойти Альянса, вроде как, да? Ой, Дизерик вернулся после хпшечки, сразу получил минус пол хп, дровку вытеснили, хорошо, шикарный был момент, слассо, минус дров рейнджер, Дэвил, понимает, что сейчас, если нажмёт реведж, толку будет немного, башер появляется урсы, вот теперь может быть реведж какой-нибудь, Дэвил, там врывается, здорово Лео Стайл, убивает быстренько урсу, ну а дальше, как бы, Рубик, воруют всякие разные способности, реведж с воровал, так, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, а под респаун урсы, он рискует здесь умереть, петурда тоже плохо, не решается, не решается, ребята, есть инфа, наверное, отойдет, что все-таки реведж с воровали, ой-ой-ой, а под респаун урсы, пойти, и к этому еще и Рашандри, это, кстати говоря, еще раз подраться, Кири, контроль труну, знай, найс, ну, сочнишь, пока получается, у нас третий карт, конечно, мало фрагов, хотелось бы еще побольше, но вот мы потихоньку разогреваемся, я вот прям чувствую, что обе команды, команды набирают, набирают, и скоро вот как раз, будут какие-то яркие файты, там, прям, с большим количеством разменов, байбэков, Альянсу нужно реализовать окно, пока у них есть ревы, что врага нет, это точно, то есть им нужно прямо сейчас собираться, идти с Урсой, ставить варды около Рошана, в идеале на кемп, на котором сейчас стоит центр, да, сверху, начать бить Рошана, и если они на этом варде кого-то увидят, то они должны перестать бить Рошана, если он будет не так быстро падать, а просто уже напасть врага, потому что сейчас у Альянсов все реально для этого есть, наверное, прямо сейчас будет сжаться смог, потому что Дидрик бежит, и у него смочок есть, варде есть, все имеется, и вот сейчас около этого клифа начнется нереальная драка в скором времени. А, да, надо бить Рошана, если сюда на вард подойдут враги, нужно развалиться и просто бить их. Да, через бринк, если вы же дагер, ну и у нас, как хотел бы, прыгать, пацанчик убивать. Но есть информация про позицию оппонента, у команды Infinity, поэтому тут, наверное, себе все-таки дороже, поступая, разбегается в разные стороны Infinity. Второй Рошан достается команде Альянс Лохан, плюс Аганимшар для Урса, плюс Аидис тоже для Медведя. Класс. Кири-Кири с дилеем, врывается в Рошпит, проект Ставерна, очень неприятный статус, приключилась. Попытка не пытка. Ладно, все равно, в принципе, не собираются. Но тут уже вопрос, да, а Infinity Драться не собираются, но, может быть, сами инициативу проявят Альянс и побегут в соперника. А можно пробить? Я надеюсь, что это получится не лучше, чем в течение этой всей игры, когда они не собираются. Альянс Лохан, может быть, Рэйвэр, 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 может быть, я думаю, что сработал башек. Да, да, Рэйвэр, что до сих пор еще в наличии имеется, поэтому надо продолжать, продолжать, муцку линию. Может быть, в Миде, за мне подраться. Движна там нет особого. Я думаю, в принципе, знаешь, можно просто использовать фактор того, что у вас просто есть этот рэйвэр, на Рубике, и ломать вышки. Вот забрать Т2, забрать Аванпост, вы будете под контролем держать в лес оппонента, соответственно, у вас будет больше территорий. То есть не упарываться в то, что нужно реализовать обязательно, иначе руки трясутся. Нет. Просто можно использовать его как психологический фактор. Да, плюс у тебя есть преимущество по макро в виде Петлорда. Аналог сейчас наглую вышел и отпушил бот, хотя, на самом деле, мне бы на его месте было страшно, и поэтому Альянса забирают Т2, а свой Т2 стоит, и нужно вот с этого момента стараться как-то зажать врага. Может быть, нажать смачок, побежать в лес. На самом деле, еще очень прикольная тема есть. Это ульта Андерлорда, она же по всей карте работает, и ты можешь для тиммейтов поставить портал, в который они все залетят, если вдруг начнется драка какая-то возле Т2. Ну, или началась бы. Ну, я так понимаю, что-то у нас тут сложно придумали Infinity, они как-то сами уже немножко потерялись, как будто бы не совсем понятно, что делать. Помешать там, где силы света пытались ломать это и сверху, и Infinity, альянса, были вроде бы как-то месяце Infinity сейчас, и тоже бегали в этой позиции. Но это где Роша настояние было, да, ты имеешь в виду? Финь, очень важно сейчас опасть, чтобы и лучше бы трейдер, тогда тропку никто не убьет, Эмбер полетел на Гардика, если что, БКБ есть, выбивает БКБ из него сам Дисраптор. Так, а теперь пришел аналог, Эмбер без Бимбара, на самом деле очень опасная ситуация, Лассо, Лассо, Лассо уже потратили, да, в Линку улетело. Думал, что Линку сбили, по итогу, за Эдрином погоня, БКБ от Урс тоже была прожата, башня такая срабатывает, но заканчивается, БКБ есть, Рэвидж воруется, и Якоречек воруется. Эдриан пытается сбежать, но на самом деле неплохо, у него получается, нужна поддержка, какая-то подкрепа, и похоже, что она все-таки происходит, Виталия, правда, улыннет в Эдриана, сам погибает, едва же его Эмбер спирит, на него тоже хватает управы, по итогу, Рубик фистами пытался добить Эдриана, улын какую-то в дровку в исполнении команды Альянс Латам, но правда брагит Урса, Урсу не остановить, Кири, не получается его, правда, почему-то ударить, видимо, ну ладно. Что-то поставится кок, он отъедет в сторону дровки, Таггер сбит, стало повешено, Урсу все должны расстреливать, вроде бы, он успел плетнуть, если я правильно понимаю, сейчас дом, поэтому... Ай, Гардику больно! Ну, кстати, забрали все-таки Прада, серия разминав продолжается, более выгодно, разумеется, для Infinity, хотя байбэк от Клака уже спорная штука. Два телепорта инстокастует ребята из Альянс, и похоже, что эту драку они проиграли. На самом деле, чуть-чуть прям писечки не хватило, чтобы убить дровку, если бы убили дровку, сколько она дэмэдж потом внесла, это просто какое-то космическое количество, у него 4 500 дэмэджа, если бы получилось зафокусить ее быстренько, то, конечно, драка здесь была бы за Альянсами, ну а так, Infinity, даже я бы сказал, что в плюсе, здесь. Ну и плюс еще, у Урс была Еггис, то есть... Но зато теперь Батайдер знает, что в дровке есть ЛНК, ощущение, что до этого он этого не знал, потому что он сделан на самом деле не так давно. И теперь ему нужно что-то, чтобы избивать. И он уже делает форстаф, до которого ему, ну, все, он уже купил, уже повез. Так, слышала, Юльчик, Урса, Урса, быкует, как будто бы не по шансам, хотя Люмьеру опять предоставили возможность Эдрина потрогать, но опять же Лотус есть, опять же помощь есть. Эдриан, позиция уже теперь сообщения, совсем не слава богу, да, погибает Эдриан, есть размен в Рубика. А что, ребята, в порталы бежать или как? Нет, портал вот такой, сомнительного характера. Ну ладно, не понял, если честно, с чего вдруг началась эта драка, такой второй раунд просто затизнулся немножко, но в этот раз драку убили. А кнопки были, фортик прилетел, бета-айдрон, может тяпануть спокойнее к траксу. Что, собственно, он и сделал. Теперь нужно как-то инфинити начинать драку так, чтобы бетик не прыгал в траксу. То есть, если ты веешь бетик, то можно в него прыгнуть. Потому что, по идее, один урса траксу убить, наверное, сможет, потому что имейте пика. Хотя урса из Эбисал, но мне кажется, он за две секундочки не успеет ее убить. Короче, на тоников сейчас будет позиционка в траках. Но, наверное, Алензо полегче будет проводить драки. Потому что все-таки батарея такой герой, который, знаешь, там из какой-то елки из леса залететь. Не всегда можно в него первым напасть. Но к тебе очень, очень, бутыр. Помощь здесь ракетки Клокер, который должен как-то стараться показывать, когда понимаешь, что драк уже. Принаги не сбежать. Как тебе бутов биллинг на батарейдере? Вот прям это хорошая шмотка стоит, вот сколько там вкладываться в нее? Потому что все покупают, а вот как-то не знаю, я всегда скептически относился к барабанам, к тапкам, к этим. Не, просто барабаны хороший на батик предмет. А потом ты просто доапываешь эти бутсы, ну и нормально смотрится. Если бы эта шмотка собиралась там в конце, да, или в середине, еще ладно, но так ты быстренько барабанщики себе после транквилла сделал, потом все это дело апгрейдил и нормально. А урдаются рецепт 1500 о-о-о-оч кусачи штук. Но он покупает его потом уж когда ты остануешься слоту у него есть? Или он сразу купил? Он купил танк филы барабаны, потом по КБ, потом даггер и потом охапнула и правильно понимаю или я ошибаюсь? Не знаю. Ну короче, смотрится хорошо, быть, в принципе, ничего не надо, сейчас он купит себе какой-то, ну после этого дела, возможно какой-то рефрешер или... Так, тут смачок сейчас будет реализация его, Виталя запрыгнул, растерялся немножко, Виталя получает хукшот, но реверс получает тоже половину команды Alliance на самом деле, суппорты подставили, очень неблагоприятная позиция для ребят. Куда же вы так побежали, это хлопцы? Ну, видишь, потекать, больше кошекся, если он не цепляет дровку, если у него не прыгает медведь, то уже драка плохая. КБ выпивают из аналога, сейчас, да, но вообще это по Т2 сами пошли и закинулись что-то непонятное. Ну смотри, у них там сайтвижн, там, кстати, гем выпал, гем похода еще никто не заметил, но походу вот за счет отварда они собирались дровку поймать, но не вышло. Ну а теперь смотрим на то, как будет потихонечку лопаться база, наверное, у Alliance. Напряженное противостояние, откровенно говоря, даже на 35-й минуте вообще непонятно, кто должен выигрывать. Очень много такой небольшой руины от обеих сторон. Ну зачем себя на хэграун, правильно? 15 секунд до бетика, все живые имеются, тем более просто 500 до Рубика. Это вообще выглядит плохой затей. Так что можно раздать и пофармить. Пошмотка может обратить. Эммерсия, кстати, аганим собирается делать? Хочет он летать по всей драке. Ну правильно, ему нужно прыгать в дизелька, плюс он может еще как-то пытаться сбить даггер-бетику, если просто будет летать, показывать его. У Тайда уже появился Lotus, Alibarda, Yule, даггер, мег. В целом особо ничего не появилось. Левел 2 он имеет талант на Enter Smash, который действует на постройке и он вязал в скобочках, которые пока еще не применил. Хотя, возможность вроде только что была. Но у тревочки пока бэшка послинки. Это даже немножко удивительно, что не берет себе Sight Hunter Ganim Shard. Очень хороший, как по мне, Ganim Shard. Дополнительный стану он всегда не лишь. Классно, согласно. Ну, может быть, сейчас возьмется один. Вам нужно еще бэйбэк накопить, что мы уже профессиональный дозер правильно. Сначала бэйбэк, потом все остальное. Как, но вообще-то там второй, или третий, третий Рошан появляется, поэтому две минуты таймера, конечно, суровое дело, но альянсы уже готовятся потихоньку, помаленьку. Думаю, что вот-вот-вот над варды проставить, подготовиться. Удивительное дело, но Infinity играет вообще в боте где-то внизу, словно у них и особо таймера. А у них нет ракетных наклок, который может сюда показать. Но не боятся, что? Если бы они были уверены, я думаю, они не играли по боте. Хотя на другой стороне они только драку выиграли, практически в ноль. Да, но там явно была ошибка от Alliance, то есть они мега неприятные позиции заняли. Я так понял, нападали без вижена, просто как-то посреди ночи. Очень сложно. Да, ночи важны напасть на ботике, особенно при его вижене нынешнем ночи. Ну, я говорю, там был Вартан, они как-то пытались, но в общем обкекались. Так, ну что, минута остается до Рошана. Смакуются ребята из Infinity. Все-таки решились, все-таки понимают, что время, время подходит, да, все хорошо. Давай бэйбэки, наверное, посмотрим, что у нас тут. Небогато у команды Alliance, но им вот копеек не хватает, чтобы добраться до своих выкупов. Меньше тысяч перевесов, дота 58%, ну и смотрим. В финале, возможно, файтером этой карты будет курса, хукшот получает. На самом деле не успевает поставить кодик, локкорг просто откисает бэйбэк, у него нет, там таймер вообще работает. Может быть, при Олянце поеду вперед? Ну, вообще, надо бы, но там полминуты чилить. Движно, правда, нету. Олянце всегда хочется нападать с виженом, чтобы бэтик видел дробку. Гем имеется, но с водой пока проблемки. И смака нет ни у кого из героев, поэтому ждать какие-то выходы пока что не приходится на материнзу. Дробки, лотокминус. Еще у него есть 300 блок, который тоже дает ему возможность поражать кнопку. Абсолютно верно, да. Очень часто такое бывает. Даже на проматч. не понимает, что это делать завтра. Плюет ему в лицо. Он тут был близок к тому, что умереться белочка была чуть ближе. Рошан с рефрешером. Сегодня какой-то прям я не знаю, во всех играх, которые я сегодня видел в Южной Америке, я все их видел. Все Рошаны, вот эти вот третьи, они все с рефрешером. Какие-то скидки походу на таких Рошанов. Акция. Вали, вы долго не думали. Ну ладно. Так, все, все знают, Рошан резнулся. Опять же, немножко под запушенной линией автопии сейчас отправляет это положение отдел Эдриан. И, конечно, мы ждем респауна Клокварка и Бэйбэйки тоже. Ждем. Эмбер хочет явно нафармиться к ним снизу. Он видит крипов, не видит препятствий. Альянсы, мне кажется, уже засиделись на своем ХГ. Им, слава богу, хотел сказать, что прилетел Смоковард, но у них по-прежнему никого не имеется ни варданец пока. Как им вообще на кого-то наводать, я не понимаю. Поэтому, похоже, мы еще чуть-чуть подождем. Кстати, мне нравится. Купился башер андерлорд. Может, я где-то просмотрел как-то у него 3000 монет после этого. Прикольная штука. Девел, довел, довел, довел. Опасно статиком на крыльях, кинетиками подзабросили. Но Урса не может осилить как-то этого Тайтхантра. По итогу БКБ приходится нажимать. Дровку завезли. Кстати, на лассо под Урсу. Правда, едва живой. Правда, добивают. Тут уже на месте вроде как и Эмбер Спирит. Дровка живет. На развороте Лео делает трипл килл. Герой команды Альянс сыпется, пытается уйти. И да, уходит все-таки андерлорд. Но Урсу подвязали. Урса без энрейджа. Урса без БКБ. Как быть? Че делать? Ну, спасает вроде положение Делгардик. Но надолго ли? Нет, совсем ненадолго. Ультра килл. Лео Стайл. За всю боль, мстят. Страшно. Рампэйдж. Лео Стайл. 30 левелами в Спирит. Добро пожаловать в профессиональную доту. Да, мне на самом деле казалось, что драка в Урсу пошла не поставил Infinity. Но как можно сделать вывод? Походу, прыгать, это плохая идея. Потому что друг каким-то образом еще и выжила. И они их развернули. Ну, тут еще Д-шечка естественно валяется, когда нужно рожь на бить правильную. Это леду. Знаешь, я склоняюсь сейчас к тому, что мы зашли в ту ситуацию, когда одной Урсы мало. То есть Урса прыгает, там пытается какую-то цель взорвать, да, быстренько, там, условно, вот Эдхантера какого-то. А Эдхантера вообще ни разу не легко взять. И получается момент, где справа у тебя есть хороший фронт, есть Эмберспирит, который только что делал рэмпэдж, да, и много урона внес. И есть дровка, которая, ну, в принципе, да, которая не подойти и про которую нельзя забыть. А у тебя слева один Урса. Ну, и как бы вот эти вот фиксеры. Кстати, что этот Эдхантерлорд, который дает тебе Питов Малис, что лассо от Рубика, которая подвозит как-то цели, то есть и все. У меня кажется, вообще-то идеальный сценарий, когда ты имеешь дровку и тайда в своей теме, и на тайдану подать первым, это еще повезло, что у тебя трог монет до байбок не хватало. Если у меня был бай, он просто бойнулся, если бы там Альянса в туру секунду не отошли, то они бы просто сдохли. Здорович. Так что, тайду вообще не обломно стоять первым и впитывать в татик. Лассо, я не помню, в кого жаловался. А, лассо жаловался в траксу, кажется. Ну, короче говоря, в тайдану прилетело очень много. Сейчас Альянс явно поняли, что тайда убивать первым, это не вариант. Это вообще плохая идея, даже при условии того, что у тебя есть татик-кинетик, это значит тот самый план, когда ты пытаешься убить тайда до ульты. Можно на самом деле просто поставить его статик и забей, дай бить другие цели, да, да, да. Удивительное дело, кстати, что Дэвил не купил себе БКБ, хотя против тайда, точнее, против фурса на тайде, против дезераптора, простите, пожалуйста, так всегда делают. Так, Эймер полетел, пошел выигрывать тонну времени, ремонт налево-направо, подогони вам просто неуловимый Лео Стайл, и прекрасно он понимает, что у него есть еще рефрешер, дровку поймали, так, Батрайдер пытается сделать чудо, но Урса как-то слишком далеко, хотя нормально, первую жизнь осилили, Дэвил на месте, готов давать реведж, если что, есть, пошел реведж, Урса, так Урсу даже без дровки здесь убьют, если уж по-честному. Трипл килл делает Лео Стайл, ультра килл, то что, неужели второй рэмпаж будет Лео Стайл, Лео Стайл, Батрайдер до конца додушить, то Урса баш с первого удара срабатывает Лео, выпрыгивает дальше, атака продолжается, боковая нажимается, Лео Стайл, второй рэмпаж за эту карту, ну а теперь остается Люмьера, когда доковырять, включается Эдриан, конечно, можно, нужно дальше, после Байбека Урсу прессовать под фонтаном, дальше, конечно, конечно, это должен быть ГГВП, скорее всего, потому что ни одного Байбека в распоряжении команды Альянс нет, а на дефе у них только один андерлорд, он, конечно, крепкий, малый, да, способен на многие вещи, но, увы, ах, но, но, пора уже, как бы, и финиширует, так, ну-ка, портал, а куда, а чего это, так, это инвайт, или, может, это ловушка, правда, нельзя, не лезь, она тебя сожрет, там, не на фонтан, конечно, но это забавно, но все, верхняя линия, а нет, это только-то три вышки сломали, так, как-то нерешительные ребята из инфинити, они своему чуду не верят в то, что происходит прямо сейчас, поломали d3-1, потом второе, глип есть распоряжение команды латама, лайнс, ну и мы ждем рубика в 10 секунд, так, так, дезераптор, как раз, они просто не вылезают с базы, потому что страшно, т4 все сломаны, стоит, тут голый трон, конечно, голый трон нужно бить, все же нет-то, забирает пока что быстро дезераптора, там, лево стайл вообще никого не прощает, как раз тендрил софт-дрилл, поехали, с подземли, вот эти щупальца, эльми и сон, очень неприятно на рубике, как быть, что делать, не совсем ясно, тут просто героев пока держат на месте, как вообще может, чайная имеется, но это все не серьезно, погибает еще один герой команды Альянс, есть лассо, ага, но не пошло, это не лассо, это просто манта додж был в исполнении Эдриана, максимально сломали эту позицию, Урса рандом, пишет Кири, ГГВП прописывают, победой, команда Infinity 2-1. Ну, мои ожидания оправдались по поводу Питлорда, Медовый Питлорд не выиграет дотаж, мне казалось, и оффлайнер, оффлайновый тоже не особо должен, ну такая, знаешь, катка с переменным успехом, у Infinity началось все так себе, мы помним линию на Эмбере, где он страдал нещадно, но в целом, на самом деле, они просто терпели, прочитали пару смаков Альянсов, ну плюс, я бы не сказал, что у Альянсов еще, знаешь, были какие-то такие неуверенные действия в Миндосе около этой 1-м вышки, они вроде как были сильнее еще с первым Айгисом, что-то туда пришли, сдохли втроем, или вдвоем, я не помню, плохой раз Миндали, ну и потом игра, собственно, затянулась, Эмбере на фарм с веслоты, Дровка тоже в целом хорошо пофармила, ну и не получилось у Альянсов здесь как-то зацепить за игру, хотя оказалось, что с Айгисом можно было как-то и преимущество тебя в начале хотя бы подвыбить. Ну, я могу сказать только одно, мои ожидания по поводу Лео Стайл оправдались, двойной ремпаж, я уже давненько не видел Дойца, вот, ну вообще круто, да, ну как бы безоговорочно Лео после, как ты говоришь, очень непростого старта, там если даже по графикам посмотреть, у него действительно ситуация была чуть ли не одна из худших, да, ты 3000 имеешь на 10-й минуте, и это просто мидер, ты тот человек, который задает темп игре для своей команды, создает Space и опять же выигрывает Dota, но тут наоборот создавали Space как будто бы для этого Emberspirita, чтобы он раскачался и потом стал тем самым, той самой боевой единицей, с которой нужно считаться, вот.